Исследование заброшенных мест всегда сопряжено с рисками. Некоторые ожидаемы, слабые полы или потолки или опасные материалы. Но если верить некоторым историям из интернета и новостей, существуют и другие опасности. И некоторые трудно объяснить логически, от теней, крадущихся во тьме больничного подвала, до безликих гуманоидов, живущих в туннелях. Давайте изучим жутких существ, которых встречали в заброшенных местах. Коробка ужаса Когда пользователь Реддита Хэлла Аарон поехал в Италию, он не ожидал вернуться домой с воспоминаниями о жутком случае, который он пережил. Но произошло именно это. Он и его кузен путешествовали по идиллическому побережью Итальянской Ривьеры, и один турист рассказал им о тайном пляже, скрытом между соседними деревнями Вернацца и Корнилья. Парни отправились на его поиски. Им пришлось пройти по заросшей тропе на холме, продираться и ползти через колючие кусты, но в конце концов, они с радостью увидели красивый тайный пляж. Весь оставшийся день они нежились на солнце, а потом начала сгущаться ночная тьма. Но когда они решили пойти обратно, Аарон и его кузен не смогли найти безопасный путь по заросшей тропе, к которым они пришли. К счастью, Аарон вспомнил, что видел туннель у пляжа. Альтернатива была так себе, учитывая, что он был темным, сырым и очень мрачным. Но парни решили все-таки рискнуть. Они посчитали, что туннель мог привезти их в соседний город, если он не заканчивался тупиком. Когда они вошли в туннель, кузен Аарона посветил фонариком на телефоне, чтобы понять планировку места. Путь был свободен, и не желая тратить последний процент заряда аккумулятора, оставшийся на единственном телефоне, они двинулись во тьму. Спустя 20 минут осторожного пути парни внезапно остановились. Впереди в темноте слышались шаркающие звуки. Кузен Аарона включил фонарик, и когда туннель осветился, они вздохнули с облегчением. Никого не было. Тем не менее, перед ними оказалось нечто крайне странное. В середине туннеля стояла большая коробка размером примерно с грузовой контейнер. Как только Аарон и его кузен подошли, чтобы рассмотреть ее поближе, последний источник света разрядился. Они погрузились в пугающую тьму. Однако неожиданно парни услышали чьи-то шаги, только теперь они точно знали, откуда исходил звук. Из загадочной коробки. Было похоже на босые ноги, которые неестественно быстро ходили по металлическому полу, как будто кто-то взволнованно бегал, пытаясь отыскать выход. Аарон и кузен в ужасе схватились за руки и бросились бежать. Казалось, прошла вечность, прежде чем они выбрались из туннеля, который вывел их к соседней деревне Корнилья. Они как раз успели на последний поезд до хостела. Что касается коробки ужаса, парни пытались мыслить рационально и предположили, что это бездомный пытался их напугать. Так как они ничего не могли увидеть, то не знали, была ли коробка открыта с другой стороны, и был ли рядом мусор или одежда, которые бы подтверждали чье-то присутствие. Бездомный кажется самым вероятным объяснением, да. Но кузены то и дело вспоминают этот инцидент и задаются вопросом, какой человек захотел бы жить посреди туннеля в полной тьме. Одно известно точно. Спросить они не вернутся. Нечто в воде В начале 2000-х пользователь реддита, который уже удалился, назовем его Джим, был школьником и в свободное время изучал окрестности с двумя друзьями. Их любимым местом была заброшенная больница недалеко от дома. Она была интересной, Но после одного визита они не захотели возвращаться. Когда двери больницы были закрыты, Джим и друзья легко пробирались через разбитое окно. Именно оттуда они начали путешествие вглубь заброшенной больницы и по какой-то причине решили изучить большой подвал. Единственное место, в котором они никогда не были. Причина, по которой они не решались туда пойти, заключалась в том, что подвал был более чем на метр заполнен водой уже несколько лет. Но в тот день друзья с интересом спустились, невзирая на болезни, таящиеся в стоячей воде. С фонариками в руках Джим и его товарищи сошли в подвал по ступеням, которые скрипели под их ногами. Они остановились на нижних ступеньках и осмотрелись. Но не считая полок и машины, похожей на генератор, они мало что смогли разглядеть. Однако Джим сразу почувствовал, что здесь что-то не так. Но один из мальчиков поставил ногу на затопленную ступеньку, потревожив спокойную воду, и другие последовали за ним, намочив джинсы, как только они спустились. Когда вода дошла им до пояса, Джим и его друзья услышали громкий всплеск откуда-то из темноты вдали. И это был не просто всплеск. Звук был такой, словно что-то большое упало в воду. Мальчики бросились к лестнице. Джим ничего не видел в темноте, но он отчетливо слышал, как что-то приближается из темного подвального коридора. Они добежали до второго этажа, где было их разбитое окно, ведущее на крышу парковки, и через нее они поскорее спустились на землю. Какое-то время Джим и друзья ждали снаружи, и когда ничего не произошло, они сделали главную ошибку фильмов ужасов – вернулись в подвал. Вновь оказавшись на вершине лестницы, они прислушались к признакам жизни. Тишина. Один из мальчиков решил бросить свой фонарик вниз, чтобы напугать то, что находилось в воде. Фонарик с всплеском упал в темноту и погас. Ничего не происходило. Осмелевшие из-за любопытства или просто глупости, Джим и его друзья собрались с духом и спустились. Они прыгнули в воду, наделав кучу шума, но замолчали, как только Джим посветил фонариком в кромешную тьму коридора подвала перед ними. Там в конце коридора маячил крупный силуэт, похожий на две большие бочки, связанные вместе, и плавающие на воде. Только фигура не совсем плыла. Казалось, что она скорее ползет шатаясь, и движется как-то неуклюже. Внезапно раздался всплеск, и странная фигура разделилась на две, и тогда два силуэта задвигались в два раза быстрее. Чем бы они ни были, они явно были живыми. И этого хватило, чтобы убедить мальчиков в том, что надо выбираться наружу. Больше они не ходили в ту больницу. Так с чем же столкнулись эти юные искатели приключений? Не считая биологических опасностей, связанных со стоячей водой, возможно, в зависимости от того, где жили Джим и его друзья, это были живущие в воде аллигаторы размером с бочонок, которые каким-то образом оказались в подвале. Может быть, подвал был связан с канализацией? Или же это было нечто совершенно иное? В любом случае, вряд ли Джим и его друзья были последними гостями в больнице. И будем надеяться, что не только они пережили визит туда. Житель амбара В мае 51-го года восьмилетний Тони, семилетний Аджил и десятилетние Аллен и Джордж пошли изучать старый заброшенный амбар в Робе, английской деревне. Джордж слышал истории от детей постарше, о том, что амбар использовался в качестве бомбоубежища во время Второй мировой войны. Это неизбежно породило истории о привидениях и войне, и четверо детей были заинтригованы. Во главе с Джорджем они вошли в амбар, но окна были заколочены, и поэтому свет почти не проникал внутрь. Тогда Джорджу пришла в голову идея. Он достал коробок спичек из кармана и стал искать, что бы можно было зажечь. Он нашел расколотый ящик, несколько газет и сухие листья. И тогда дети сбились в кучу, а он поджег собранные находки. Как только появился свет, они заметили странные граффити на стене. Каждый сантиметр покрывали очень подробные угольные наброски людей в одежде сороковых годов. Но детей заинтриговали не эти детали. Среди портретов они увидели еще один рисунок страшного существа с большими круглыми глазами, заостренными ушами, огромным зубастым ртом и длинными лапами. Рядом с рисунком на стене было не менее пугающее послание большими буквами. Не подходить. Джилл занервничала и захотела уйти, но мальчики начали дразнить ее, говоря, что существо с рисунка это монстр, который питается девочками. Но вскоре шутки прекратились, потому что дети услышали стон, и из зияющей дыры в одной из стен на четвереньках выбралась темная фигура. По словам детей, это была не бездомная собака, а странное существо, похожее на монстра с рисунка, только с панцирем на спине и глазами, похожими на пупки. Оно было живым и готовилось наброситься на детей. Когда оно кинулось вперед, дети закричали и выбежали наружу. В панике они добежали до дома Джилл и рассказали обо всем ее родителям. Конечно, взрослые ничему не поверили, но сходили с детьми до амбара. Не считая костра, разведенного Джорджем, там ничего и никого не увидели. По общепринятому мнению, если там что-то и было, то, вероятно, дети просто увидели бешеную собаку. Страшные наброски могли впечатлить их, и они представили что-то намного более жуткое. Что касается загадочных рисунков, то амбар действительно служил бомбоубежищем во Вторую мировую войну. Когда люди там прятались, какой-то неизвестный художник развлекал их, рисуя их на стенах. Может быть, им надоели рисунки людей, и он решил добавить немного разнообразия, нарисовав этого вымышленного монстра. А может быть, в тот день, в 51-м году, в старом амбаре было нечто большее, чем бешеная собака и детское воображение. В любом случае, жуткий случай, да? Если вам нравятся странные факты и интересные истории, то советую лайкнуть видео и подписаться на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, его звук отпугивает чудовищ. Ах, кажется, они появятся прямо сейчас. Монстр Кэбетштауна В августе 78-го года 51-летний Эрнест искал пропавшего котенка в Кэбетштауне в Торонто. Котенок был из помета, который он растил с женой, и, будучи самым хитрым, малыш всегда находил способ сбежать из дома хозяев. Согласно местным газетам, Эрнест искал животное по всему району в темноте и наткнулся на похожее на пещеру отверстие на улице. Идеальное укрытие для сбежавшего кота. Эрнест пригнулся и вошел в туннель, но не успел он уйти далеко, как что-то шевельнулось в свете его фонарика. Только это был не котенок. От увиденного у него волосы встали дыбом. Существо в пещере было гуманоидной формы, но длинным и тонким, с острыми зубами и оранжевыми глазами. И если верить рисункам Эрнеста, оно было покрыто серым мехом. К ужасу, Эрнеста метровое существо открыло свою пасть, однако оно не зарычало, а заговорило. «Уходи, уходи!» – прошипело оно, а затем побежало прочь по туннелю. Дрожа от страха, Эрнест поспешил домой и рассказал жене Барбаре о произошедшем. Рассказ наверняка казался безумным, но она ему поверила, потому что, по ее словам, Эрнеста было нелегко напугать. К сожалению, когда Эрнест отвел местных журналистов к туннелю, который оказался прорванной канализацией, там нашли только останки неопознанного животного. Но это не значило, что Эрнесту не верили. Некоторые считают, что это чудовище – это на самом деле Амаджианакус, существо из канадского фольклора, которое якобы выбросило на берег в 2010 году, но оказалось разлагающейся норкой. Может быть, это существо тоже было уродливой особью какого-то канадского вида, и его шипение напоминало человеческую речь? На данный момент ответы на эту загадку затеряны во времени. Но если вы знаете животных, которые любят канализацию и могли оказаться этим монстром, напишите в комментариях. Туннель костей В 16-м году пользователь Реддита с ником 300SuperMexicans выполнял электромонтажные работы в старом районе Балтимора в Мэриланде. В этой части города многие здания соединены подземными туннелями. И в тот день рассказчик, мы назовем его Супер для краткости, занимался починкой фонарей в одном из туннелей под домом на Истре-23. Во время обеденного перерыва он решил изучить большую сеть проходов, которые разветвлялись от того места, где он работал. Спустя 20 минут исследований Супер услышал, как его зовет бригадир в дальней части коридора. Он пошел на голос по туннелю, который становился холоднее и темнее, но бригадира нигде не было. Боясь заблудиться, он захотел развернуться, но внезапно услышал новый зов из глубины. Супер двинулся дальше и дошел до темного помещения размером с баскетбольную площадку с шестиметровым потолком. Здесь было очень холодно, а земля оказалась странно липкой, из-за чего каждый шаг звучал так, словно кто-то расстегивал липучку. Но что самое странное, на полу лежали черепа маленьких животных, выложенные треугольником, один угол которого указывал на большой, похожий на собаку скелет в центре помещения. Внезапно нервничающий Супер почуял дым, и тревога переросла в настоящий страх, когда он услышал звук, напоминающий бег огромного пса, несущегося из другого туннеля, соединенного с помещением. Звуки тяжелых лап и когтей по земле быстро приближались, и Супер помчался в туннель, из которого он пришел, но заблудился. После примерно часа безостановочного бега рабочий нашел лестницу с большой металлической дверью наверху. Рискнув, он решил открыть ее, и к его облегчению она открылась. Супер выбрался наружу и закрыл дверь в тот самый момент, когда с другой стороны послышался удар. После этого все внезапно стихло. Когда он осмотрелся, то обнаружил, что оказался прямо у доков рядом с отелем 4 сезона, более чем в полутора километрах от места, где он работал. Супер немедленно позвонил бригадиру и попросил забрать его, сказав, что заблудился, но остальную историю оставил в тайне. С тех пор он наотрез отказывался спускаться в туннели под городом. Его можно понять. Хотя хочется узнать, что за ним бежало и что это за скелеты. Лучше оставить эти вопросы без ответа. Житель забытого города В марте 21-го года 22-летняя Ки Фу Ки поделилась леденящим душу рассказом сабреддити про жуткие истории. Она работала в клинике в полутора часах езды от дома в сельской местности и ей было не привыкать к поездкам в ночной темноте. Но одним мрачным вечером после особенно долгой смены настроение Ки Фу Ки испортилось из-за ДТП на шоссе, которое привело к длинной и долгой пробке. Поэтому девушка воспользовалась первым попавшимся съездом, надеясь поскорее добраться до дома по любой дороге. С помощью гугл-карт она нашла путь, ведущий к небольшому захудалому городку в лесу. Он выглядел так, словно был заброшен много лет назад. Машин или фонарей не было, лишь пустые заколоченные дома, окруженные сорняками. Из-за плохой дороги девушка могла ехать не быстрее 32 километров в час, и внезапно она услышала громкий стук на крыше машины. Боясь, что на нее могла упасть тяжелая ветка, Ки Фу Ки остановилась и вышла, чтобы посмотреть, в чем дело. Но, к своему удивлению, на крыше она ничего не увидела, даже мелкой царапины. На дороге тоже ничего не было. И Ки Фу Ки решила, что это была крупная птица, а потому вернулась в машину. В этот момент откуда-то из темноты раздался пронзительный, ужасающий крик. Перепугавшись, Ки Фу Ки заперла дверь и выехала на дорогу так быстро, как только могла. Отчаянно пытаясь успокоиться, она начала искать логическое объяснение этому кошмарному звуку. Она часто слышала, что в лесной глуши рыси могут издавать похожие резкие звуки по ночам. Девушка сказала себе, что это было какое-то животное. Чтобы отвлечься и расслабиться, Ки Фу Ки решила включить музыку. Но как только она потянулась за телефоном, что-то пронеслось мимо фар, и от испуга она ударила по тормозам. Когда пыль осела, она посмотрела вперед и увидела существо, стоящее на обочине. Это был не человек, но и не совсем животное. Высокое, тощее нечто выглядело бледным и лысым, с обвисшей кожей ниже рук, ног и подбородка. Ки Фу Ки взглянула на него лишь на секунду, а затем нажала на газ и скорее умчалась прочь. Девушка буквально плакала от ужаса и так сильно вцепилась в руль, что на кожаном покрытии остались следы ногтей. Она ехала на максимально возможной скорости и через какое-то время увидела приветливые огни автозаправки, где она остановилась, чтобы позвонить папе. Конечно, она не могла сказать, что видела монстра, поэтому рассказала про мужчину в страшном костюме. Отец потребовал, чтобы она вызвала полицию, но там не спешили помочь. Девушка не удивилась. Тратить время на человека, пугающего заблудившихся водителей, полицейские не собирались. Расследования не было, но девушка твердила, что это был костюм, хотя у нее и осталось ощущение, что существо было совсем не человеком. Покопавшись в интернете, Ки-Фу-Ки решила, что видела Виндика. Эти жуткие криптиды зародились еще в фольклоре индейцев, и их описания варьируются от злобных существ с обвислой кожей до похожих на оленей гуманоидов. Обе формы воплощали в жизнь в различных художественных интерпретациях, которые выглядят особенно страшно, потому что их сделали очень реалистичными, как на этих фото. Но есть и более рациональные объяснения. Возможно, Ки-Фу-Ки увидела медведя больного чесоткой, из-за которого он облысел и стал выглядеть необычайно жутко. Или это и правда был какой-то человек, который развлекался, пугая водителей. Впрочем, каким бы ни было объяснение, история Ки-Фу-Ки все равно остается крайне пугающей. Туннели Даунингтона В 2011 году старшеклассник Джей Си и его любящие паранормальные друзья отправились в туннели в пригороде Филадельфии-Даунингтон. Это место стало знаменито после инцидента в 1995 году, когда местный рыбак наткнулся на темно-бордовый чемодан за туннелем. Его содержимое, скажем так, намекало на то, что в этом районе произошло нечто зловещее. После этой находки туннели Даунингтона стали известны из-за того, что там якобы есть призраки, и именно поэтому они заинтересовали Джей Си и его друзей. По слухам, если пройти через туннели ночью, то на выходе на руках появятся загадочные царапины. А если хорошо прислушаться, то можно услышать шаги призраков, которые ходят по туннелю, пытаясь безуспешно найти выход. Джей Си и его друзья приехали перед самым закатом, когда на дороге было тихо. Туннели очень длинные, извилистые и полуразрушенные, и в них уже было темно. Но хотя они проехали через туннели несколько раз, друзья были разочарованы, потому что ничего не произошло. Они предприняли последнюю попытку и остановились в самом центре одного туннеля. Выключив фары и открыв окна, друзья сели в тишине, надеясь, что что-нибудь произойдет. Но бесполезно. Джей Си решил проехать один круг, а потом вернуться домой. Они проехали до конца туннеля и снова остановились в том же месте. После нескольких минут тишины Джей Си уже собирался повернуть ключи зажигания, но внезапно заметил фигуру, идущую от одной стороны туннеля к другой. Он моргнул пару раз, чтобы убедиться, что это не игра света, но фигура все еще была впереди. Более того, она повернулась и теперь направлялась прямо к машине. Существо было высоким и похожим на человека, но с широкими плечами, чересчур длинными руками и головой прямоугольной формы без каких-либо черт. Джей Си запаниковал и завел машину. Но как только фары осветили туннель, существо исчезло. Бледные от пережитого испуга, друзья удивленно переглянулись друг с другом. Никто ничего не сказал, но Джей Си понял, что все они увидели одно и то же. Они проехались по туннелям еще несколько раз, однако никто из друзей не смог заметить то существо, если оно вообще было. Так как никто не видел его при свете, оно могло быть чем угодно. Тенью крысы, отбрасываемой на стену слабым тускнеющим светом снаружи, или их собственной тенью, игрой разума, пытающегося заполнить пробелы в темноте без сенсорной информации. Может, Джей Си решил, что увидел что-то и под его влиянием друзья невольно стали думать так же? Ведь они хотели увидеть что-нибудь паранормальное. Конечно, хочется верить, что это просто игра воображения, потому что если то, что они увидели все-таки было существом, которое не может объяснить наука, тогда что еще может скрываться в ночной тьме рядом с нами? Над этим можно подумать, когда вы ляжете спать, или когда услышите что-то посреди ночи, а вы сталкивались с загадочными существами в заброшенных местах. И считаете ли вы, что люди из этих историй говорили правду? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok